Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод и с вами я, Юрий Гемельфар. После того, как Алексей Анатольевич Навальный вышел на свободу после отбывания 25 суток административного ареста, власть перешла, что называется, в последний и решительный бой и открыла огонь по штабам Навального. Ну, как известно, я уже говорил об этом, в 60 городах было задержано свыше 130 сторонников Навального, им вменялась вину черти что, но вот мне особенно одна формулировка понравилась, что листовки, которые раздавали сторонники Навального прохожим, это были не что иное, как скрытая форма коллективного публичного мероприятия, но это вообще, я бы сказал, новое прогрессивное слово в юриспруденции. Что могу сказать? В очередной раз власть преподнесла Алексею Навальному победу на блюдечке с голубой каемочкой, то есть, иными словами, показала, что это не признак ее силы, а признак слабости, потому что, ну, посудите сами, ведь в конце концов задерживать за скрытые форму митинга, это демонстрация, это демонстрировать не что иное, как то, что на легальной, в легальной политической борьбе Кремль с Навальным состязаться просто не в состоянии. И в данном случае они просто отбросили любые правила, как ненужную чепуху, и начали закручивать гайки. Ну, в результате я могу лишь только повторить то, что говорил несколько дней назад, что таким способом власть просто преподносит Навальному победу и сама его внесет в Кремль на плечах своей собственной глупости. Ну, другого у меня объяснения этому нет. И тем более, когда, посудите сами, они собираются сейчас, вот, в СИН отправила информацию о том, что, чтобы отправить Алексея Навального в колонию и заменить условное наказание Навальному на реальный срок. Ну, в данной ситуации это, еще раз повторяю, это очередная победа Навального. И потому что, как известно, чем больше оппоненты, скажем так, в словесной дуэли прибегают к силовым методам, тем меньше шансов выиграть. Это уже проверено, и Навальный с разгромным счетом выигрывает битву за умы россиян. Но, вот тут мне хотелось бы остановиться и заострить ваше внимание на одной ошибке, которую сделал, на мой взгляд, Алексей Анатольевич Навальный. А именно, незадолго до выхода Навального на свободу, небезызвестный господин Гиркин, Стрелков, он вызвал Навального на дуэль. Ну, он словесный, разумеется. Давайте посмотрим. Я обращаюсь к Алексею Анатольевичу Навальному с вызовом его на публичные дебаты по целому ряду вопросов, которые живо интересуют русских и шире российских патриотов и националистов. А сколько Алексей Анатольевич неоднократно в своих интервью заявлял, что он сам является русским националистом, хотелось бы более четко услышать и обсудить его позицию по ряду острейших внешне, внутриполитических и экономических вопросов развития России. Дело в том, что Алексей Анатольевич, хотим мы этого или не хотим, сейчас является единственным, пусть даже полулегальным, но признанным оппозиционером. Стрелков Игорь Иванович. Настоящее имя Игорь Всеволодович Гиркин. Родился 17 декабря 1970 года в городе Москве. Российский военный. Руководитель общественного движения Новороссия с 2014 года. Военный пенсионер. Получил известность, когда в течение нескольких месяцев руководил действиями сепаратистов во время боевых действий в городе Славянске. А позднее, с 16 мая по 14 августа 2014 года, объявил себя министром обороны самопровозглашенной республики ДНР. С 6 июля объявил себя военным комендантом Донецка. Придерживается монархических взглядов и идеологии белого движения. Движение Новороссии Игоря Стрелкова. По сути дела, это сеть вербовочных пунктов, расположенных в городе Москве, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Архангельске, Белгороде, Брянске, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодарском крае, Липецке, Муроме Владимирской области, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Ульяновске, Уфе, Хабарске и в городе Рыбинске. Ярославской области для отправки так называемых добровольцев в Донецкую Республику. Статистика сайта недоступна и тщательно скрыта, однако, как следует из счетчика на сайте, на сегодняшний день, 12 июля, полдень, на сайте я был первым посетителем. На так называемый вызов этого персонажа можно было бы в конце концов просто не обращать внимания. Ну, по принципу, милее миле твоя неделя. Но, к немалому удивлению, общественности Алексей Анатольевич Навальный этот вызов принял. И вот именно это обстоятельство является ошибкой. Забегая вперед, скажу, что ошибка это не фатальная, ошибка поправимая, но, тем не менее, ошибка неприятная. Я сейчас объясню, почему. Для начала давайте рассмотрим проблему с формально-технических позиций и произведем небольшой анализ. Итак, друзья, для анализа с формальных позиций давайте обратимся к очень удобному инструменту. Есть такой сайт SocialBlade, ссылка дана в описании к этому ролику. Давайте проанализируем, что из себя представляет канал Игоря Ивановича Стрелкова. 3787 подписчиков. 811 тысяч просмотров видео. Ну ладно, много это или мало, мы чуть позже к этому вернемся. Значит, общий грейд, C+, тоже поговорим потом. Уровень его, как подписчика, subscriber rank, вот такой. 714 тысяч 861. Значит, уровень его видео 1 миллион 400 тысяч. И его уровень в социальных сетях 720 тысяч, 730. Значит, при этом просмотров за последние 30 дней у него было 51 тысяча 477. И за этот же период было 263 подписчика. Хорошо. Допустим. А теперь вот давайте мы посмотрим, сравним просто с каналом Алексея Навального. Грейд B+. Значит, вот теперь я немножко объясню. Грейдов существует 4. Вообще вот, уровней. A, B, C и D. B это очень пристойный уровень. B+, это означает, что он стремится к уровню A. Это топовые каналы. C, C это полумусорный канал. D это мусорный канал. Его место в грейде подписчиков 2924. Сравниваем с уровнем Гиркина. Чем этот показатель меньше, тем это лучше. То есть, ну, это вот точно так же, как человек, который занял, к примеру. Первое место, это самое высшее. Второе, это чуть пониже. Третье, это еще ниже. И так далее, и так далее. Его грейд, как качество видео, 7423. Ну, вы можете спросить, а из скольки это? Ну, я вам отвечу. Это примерно из 95 миллионов. Сравниваем с каналом Гиркина. Видно? Видно. Теперь посмотрим. Уровень Алексея в социальных сетях. 3067 уровень Гиркина 720 тысяч. Тоже несравнимые вещи. У Алексея Навального просмотров за последние 30 дней было 18 366 тысяч. Сравниваем с популярностью господина Гиркина. 51 477. Ну и, наконец, за последние 30 дней количество подписчиков Алексея Навального было 50720. Правда, вот здесь оно уменьшилось на 76% по сравнению с еще предыдущими 30 днями. Но, давайте мы посмотрим. 263 подписчика за последние 3 дня. Да, динамиков плюс. Почти на 60% больше, чем в предыдущем месяце. Вот это, друзья мои, я вам просто сейчас показал разницу в уровнях. Ну и да, ну и давайте посмотрим. Всего у Алексея Навального миллион 300 тысяч подписчиков. Сравните с менее чем 4 тысячами подписчиками Гиркина и 176 миллионов 198 тысяч просмотров видео. По сравнению с господином Гиркиным, у которого и миллиона просмотров нет. При этом, обратите внимание, у Гиркина загружено 199 видео, а у Алексея Навального 198. По-моему, здесь комментарии излишни. Таким образом, если рассуждать с формально-технических позиций, то, я думаю, друзья, вам очевидно, что в данной ситуации не Гиркин будет раскручивать Навального, а Навальный будет раскручивать малоизвестный канал Гиркина. И больше ничего. С другой стороны, вы же сами все видели. Кто стоит за Гиркиным? Это очень немногочисленная маргинальная публика. И что мы получим? Ничего. То есть для Навального выигрыша здесь нет вообще априори. А есть только проигрыш. Почему? Давайте предположим. Вот представьте себе, что боксер в полусреднем весе, перворазрядник, вызвал на бой Майка Тайсона. Ну и допустим, Майк Тайсон примет этот вызов. И что? Ну понятное дело, что он его уложит на второй секунде первого раунда. Но зато про боксера будут говорить, какой он храбрый и так далее. А Майку Тайсону над ним просто будут потешаться и говорить, ну вы бы лучше там какую-нибудь блондинку взяли из первого ряда. Она ложится быстрее. Вот и все. Почему такой пример? А потому, что совершенно очевидно, что Навальный разделает Геркина в дебатах, как бог черепаху. Я уже пару раз в жизни доводилось мне слышать этого персонажа и, скажем так, такому человеку, как Навальный. Переговорить Геркина вообще ничего не стоит. А какие-то очки ему принесет? Совершенно никаких. Но главное в том, что вот политическая борьба – это не бой на ринге, это не бокс, это не спорт, это нечто другое. В данной ситуации Алексей Анатольевич, приобретя, ну, 2-3 сотни последователей Геркина, он потеряет гораздо больше людей. А причина в этом проста. Что из себя представляет этот персонаж? Я имею в виду Геркина. Вы задумывались? Это тот человек, благодаря которому, точнее, не в последнюю очередь, благодаря которому мы все оказались в том пигидии, в котором мы сейчас находимся. Кто устраивал вот всю эту заварушку в Донбассе? Точнее, да-да-да, Путин, это понятно. А исполнителем был кто? Да вот же он перед вами. Вот этот исполнитель. Натуральный бандит. И вы хотите сказать, что поддержка этих бандюганов, она очень многих людей сподвигнет на то, чтобы быть сторонниками Навального? Я сильно в этом сомневаюсь. Правильно, сегодня уже писали, ну, извините меня. Кого дальше-то будем приглашать? Бородаев и прочих моторыл? Этих вот персонажей? Ну, должна же быть, я повторяю, ну, какая-то разборчивость в беседе. Я понимаю, что политик должен разговаривать со всеми. Это очевидно, и я не наивный человек. Политик должен отражать интересы всех членов общества, даже наиболее радикальных взглядов. И в этом отношении как раз, я еще раз подчеркиваю, Владимир Владимирович Путин очень слабый политик. Потому что разговаривает он не со всеми. Алексей Навальный намного сильнее в этом плане. Ну, помилуйте, Алексей Анатольевич. Вы просто, ну, хотя бы оцените политический вес вот этого вот маргинала. Это что за публика? Я же показал вам сейчас вот на реальном техническом анализе. И что? Вы потеряете гораздо больше, нежели приобретете. Прошу прощения, но Алексей Анатольевич Навальный до сих пор отмывается от той фразы, которую он сгоряча, не подумавши, ляпнул в августе 2008 года о лицах грузинской национальности. Отмывается до сих пор. До сих пор ему поминают. И до сих пор либеральная общественность не может этого ему простить. Хотя, подчеркну, Алексей Анатольевич Навальный уже покаялся за эту глупость и сказал, что приношу извинения, ляпнул не подумавши. Это было. Было свидетельство. Лично слышал. По-моему, это было на радио Свобода. Но зачем же снова наступать на те же грабли? Ну вот, я искренне не понимаю. Вы рассчитываете, что вот такой вот вербовщик, а по-другому Геркина я назвать не могу, это действительно вербовщик, который вербует наемников для того, чтобы ехать воевать в чужую страну. Что он прибавит очки, вынужден разочаровать. Наелись россияне Крымом. Вот давайте так. Вне зависимости от того, как вы относитесь к проблеме Крыма, считаете ли вы это аннексией или считаете ли вы это возвращением Крыма в родную гавань, считаете ли вы, что Крым это Украина или что Крым это Россия, это не имеет в данном контексте никакого значения. Значение имеет другое. Россияне Крымом наелись. И понимают, что вне зависимости от того, хорошо это или плохо, я умышленно не акцентирую на этом внимание. Ведь вот то анальное отверстие, в котором мы все оказались, напрямую связано с действиями господина Геркина. Связь самая прямая. Потому что, правильно, те, кто в начале в эйфории ехали в Крым, они прекрасно могли оценить, что, извините меня, на коем черт нужны эти халупы по цене, я не знаю, Хилтона во Флориде. Кому это нужно? Никому это не нужно. Уж лучше в Турцию или в Египет поехать. И то же самое, то же самое, можно сказать, про публику Геркина. И это вот отношение будет переноситься с Геркина на Навального. Поэтому в данной ситуации я считаю, что действие Навального ошибка. она не фатальна, она поправима. Каким образом? Ну, я, как говорится, не могу напомнить, что... Да, обещал выйти на дебаты, но сам факт этих дебатов можно тянуть, что называется, до Китайской Пасхи. Это не проблема. Но, на мой взгляд, учитывая то, какую бурю негодования подняла либеральная общественность по поводу вот этого вот согласия Алексея Навального, то при всей моей симпатии к нему вынужден заявить. Минусов от этого будет куда больше, чем плюсов. Не совершите ошибки, Алексей Анатольевич. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Ньюаш Вод. Будут вопросы, присылайте. Мы обсудим. До встречи.